Всем привет, с вами Эш Кинг. Я когда-то давно уже делал ролик о метафизических башнях Нирна. В официальный лор эта концепция начала вводиться еще с книги Грегори Киза «Адский город» в виде небольшого упоминания, а затем со Скайрима, где башни были упомянуты в пророчестве о последнем драконорожденном. В Тесс Онлайн концепцию башен уже начали масштабно развивать, по сути, сделав каноном большинство тезисов из внеигровых текстов Киркбрайда, с которых все и началось, так как эти идеи были перенесены во внутриигровые книги, диалоги и сюжеты. Так вот, истинных башен Нирна, которые кроют в себе огромную мощь, 8 штук. Адамантиновая, башня Белого Золота, Кристальная, Орехалковая, Красная Гора, Глотка Мира, Зеленый Сок и Нумидиум. Но также есть некоторые другие строения в Нирне, которые относят к неудавшимся башням, но которые изначально задумывались таковыми, или которые по многим признакам подходят на роль одной из таких, пусть и менее значимых, но башен. В контексте данного ролика назовем их Малыми Башнями. И после небольшой паузы я начну рассказывать о таких примерах. Нашли все камни Барензии в Скайриме? Нашли все коорнинирные в Обливионе? Поняли, как ориентироваться в Моровинде? Значит, найдете из Elder Scrolls со скидками на Гейбстори. Или какую-нибудь другую хорошую дешевую РПГ. Ну или не РПГ. Полистайте сами каталог, в общем. Ссылка на сайт будет в описании. Самый главный претендент на звание Малой Башни это Думкрак. Зловещий шпиль, вытесанный в скалах региона Ревенспайр, что в Хайроке. Его построили Айлейды, по-видимому, пришедшие сюда после восстания Олесии в Сиродили. Некто Марачелес, либо Барт Первой Эры, либо его тезка, в тексте не объясняется. Считал, что Айлейды построили Думкрак в попытке создать метафизическую конструкцию, которая будет фокусировать энергию Аурбиса, как это делает Адамантиновая Башня. И в это вполне верится, с учетом ее формы, возможностей и наличия собственного камня. Когда Айлейды прибыли в эту дикую местность и основали город Эроки, они принесли с собой реликвию, созданную их лучшими чародеями, которую назвали Латанья, что означает «свет жизни». С ее помощью они на какое-то время подчинили себе флору этого региона, выращивая цветы и деревья, а также Латанья помогала им исцелять недуги. Но затем Айлейды столкнулись с некими дикарями, что привело к кровавым сражениям в этом регионе. Кровь и смерть осквернили Латанью, и она превратилась в Абагандру, темный осколок. А потом, когда ее коснулся некий вампир, ее искажение еще больше усилилось. И что самое страшное, темный осколок нельзя было просто уничтожить, поскольку тогда весь регион накрыло бы проклятие крови, превратив в вампиров. На этом известная нам история данного клана Айлейдов заканчивается. Во второй эре в башне засел некромант Арганианин Ризал Джул, который, используя силу осколка, превращал жителей окрестных земель в низшую ступень вампиров, безумных кровавых монстров. Когда протагонист Тесс Онлайн убивает Ризал Джула и его хозяина, барона Монклера, энергия темного осколка высвободилась на полную мощь, и его спутник, граф Верандис, тоже вампир, перенес темный осколок в хладную гавань Молокбала, заключив с ним сделку, дабы Думкрак больше не угрожал Нирну. Автор Теллингер Искусник считает, что Думкрак, или Думспайр, как он его назвал, неудавшееся подражание истинным башням Нирна. Следующий по списку претендент в Малые Башни – Коралловая Башня Трасса. Трасс – это небольшое коралловое королевство слизнеподобной расы Слаадов, которые в основной своей массе являются некромантами. В 2260 году Первой Эры они наслали на Тамриэль трассианскую чуму, выкосившую как минимум половину населения залива Илиак, а по первому путеводителю по империи – так вообще половину населения континента. Чтобы положить конец источнику угрозы, был собран самый большой флот в истории – флот всех флагов, которым командовал Бенду Ола, король Анвила. В результате морского похода почти весь Трасс был потоплен, однако и часть флота была потоплена и отправлена в Хладную Гавань. К сожалению, официальных изображений башни нет, только ее основание в Хладной Гавани вместе с потерянным флотом, но по описанию в журнале члена команды это сооружение представляло из себя нечто вроде уже описанного Думкрага, возможно даже более величественное. Башня была построена из кровавого красного коралла, а высота ее была такая, что упиралась в небо. На ее вершине мерцал зловещий синий свет. Этот свет стал пульсировать и выпускать энергию в затянутое тучами небо, и остров вместе с окружающими его кораблями флота погрузился в Хладную Гавань. В тот день Коралловая Башня перестала существовать. Вот что говорит Теллингер, искусник о ее природе. Слоады были умелыми в извращенном смысле чародеями, и по общему мнению Коралловая Башня служила точкой сосредоточения и излучателем загадочной силы. Я не специалист по тайнам башен, мой интерес носит скорее практический характер, но это совпадает в какой-то степени с тем, что мифоисторики называют предназначением и деятельностью так называемых башен Нирна. Была ли Коралловая Башня настоящей башней, как кристальная башня здесь, на Саммерсете, или это неудачное подражание, подобное Думспайру? Не думаю, что мы сможем получить ответ, основываясь на скудных крупицах наших знаний. Конец цитаты. Но, по всей видимости, после этого Слоады возвели вторую башню, Колонну Трасса, также состоящую из Кораллов, и в тысячу футов высотой. Она упоминается в книге Врата Обливиона, как один из возможных порталов в Обливион. Мориан Зенос и его ученик наблюдали там за жертвоприношениями Слоадов, которые сбрасывали с вершины жертв, некоторые из которых разбивались, а некоторые исчезали, не долетев до земли, будто исчезая в портале. Ну и третье, что теоретически можно отнести к малым башням Нирна, это башня Кипора, главная резиденция псиджиков на их острове Артеюм. В книге фрагмент об Артеюме описывается, что эту башню построили не Альтмеры, а другая раса, жившая здесь за столетия до прибытия высоких эльфов. По-видимому, это та самая раса, которая научила первых псиджиков учению Старого Пути и, как описано в оригинале этой же книги, была изначальным народом Тамриэля. Скорее всего, имеется в виду раса Эльнафей. Под башней Кипора располагается Пещера Грёз, в которой, так же как и в Коралловой башне, находится портал в Обливион, а в залах башни псиджики проводят свои магические ритуалы, и, возможно, именно с её помощью способны перемещать весь остров за пределы Мундуса. Ну и в конце концов, её размеры и величественные формы заставляют, по крайней мере, задуматься о том, что это одна из метафизических башен Нирна. Но это лишь фанатское предположение, так как пока что никто в играх не размышлял над её башенной природой. Ну и на этом у меня сегодня всё. С вами был Эш Кинг, всем спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok